Здравствуйте! В эфире программа «Источник успеха» и ее ведущий Алексей Воинов и Елена Суркан. А сегодня у нас в гостях Ольга Зиновьева, генеральный директор компании «Опенстав». Здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Тема нашей программы посвящена успеху, ее источнику, может быть, каким-то формулам, рецептам и каким-то, может быть, заветным секретом. И вы, как человек, который занимаете первое место в компании, за свою работу, наверное, увидели большое количество людей и, наверное, ваши советы нашим зрителям в формате того, что же такое успех, что же такое успех, есть ли какие-то составляющие, есть ли какие-то формулы, будут очень важны и интересны. И давайте мы начнем, наверное, с такого вопроса, как вы вообще попали в бизнес управления человеческими ресурсами? Наверное, первое, что приходит в голову, как-то это все так случайно получилось. Да, но на самом деле, если оглядываться и просматривать всю логическую цепочку моего профессионального пути, моей профессиональной деятельности, то, безусловно, это началось давно. Да, чуть ли не со студенческой скамьи, то есть первого какого-то управленческого опыта. Ну, изначально я работала менеджером по персоналу, ведущим менеджером по персоналу, потом я работала директором по персоналу. И, собственно говоря, в компанию Open Group я пришла в качестве директора по персоналу, так называемого знатока человеческих душ, да, и рецептов, как сделать так, чтобы люди работали эффективно, благодарно, на благо компании. Вот, но поскольку я была вообще всегда бизнес-ориентированным и чаром, да, то я начала лезть, а почему у вас так получается, а почему не так? Разговаривала с людьми, которые работали в компании, говорит, ну вот, там, клиента это спросила, я вот это ответила, говорю, подождите, подождите, а возьмите меня на встречу, да, я попробую вам помочь, потому что мои профессиональные компетенции позволяют это сделать. Ну, собственно, так все и началось. Одна успешная встреча, вторая успешная встреча, формирование команды для реализации проекта. Ну, и не прошло шести лет, и вот я генеральный директор OpenStand. Довольно такая стремительная карьера. А вот вообще прийти вот в бизнес HR, вот какие-то нужно специально иметь, там, не знаю, не бизнес-хватку, а как это? Ну, потому что, наверное, мало быть просто психологом для того, чтобы успешно набирать команду для бизнеса, нужно же, наверное, что-то еще. Есть, на мой взгляд, да, и это мой управленческий сон, есть одно правило, и, наверное, даже в вашей работе это правило работать, важно слышать клиента, да, важно слышать, а что на самом деле говорит тебе человек, да, и когда ты слышишь человека, когда ты понимаешь его задачи, когда ты понимаешь, а чем ты можешь ему помочь, да, в его деле, в его бизнесе, в его задаче, вот тогда приходит успех по-настоящему, потому что ты оказываешься полезным, ты оказываешься эффективным для этого человека, с тобой выгодно сотрудничать. Поэтому умение слышать человека я бы поставила, наверное, в первую очередь, это первая необходимая базовая ступень успеха. Ну, бывают, наверное, и неудачи, кого-то можно услышать неправильно или не услышать все-таки. Бывают, вы знаете, бывают просто вот несовпадения с человеком по химии, и на это повлиять нельзя, да, но тем не менее мы же занимаемся бизнесом, да, и есть другая логика, это цепочка бизнес-задач, да, цепочка твоего опыта под эти бизнес-задачи, ту реализацию, которую ты уже делал и делал успешно. Поэтому здесь идем другим путем, всегда есть несколько вариантов, всегда, но это приходит с опытом, безусловно, этому способствует некое образование, этому способствует постоянная профессиональная рефлексия, да. То есть чувствовать нужно, да, вот постоянно, понять, каким образом чувствовать, а это, наверное, только опыт, я думаю, что вот так, наверное, от рождения сложно получиться. Да, безусловно, этот опыт, но что касается от рождения, да, вы совершенно правильно заметили, все-таки нужна бизнес-хватка или есть… Музыкальный слух, вы слышите или нет. Развивать можно, но гениальным стать нельзя. Совершенно верно. Вы формируете команду, какая команда у вас? Тех людей, которые помогают вам формировать другие команды. Вы знаете, поскольку мы работаем в сфере аутстаффинга, аутсорсинга и мерчендайзинга, то вы действительно правильно заметили, что очень важна команда, да, это человеческий ресурс на самом деле, вот, и очень важен подход формирования к этой команде. Это прежде всего профессиональный рост и профессиональное развитие, потому что бизнес таков и бизнес-среда такова, что как только бизнес перестаёт развиваться, он сразу сдаёт свои рыночные позиции. А что такое развитие бизнеса? Развитие бизнеса — это, собственно, развитие того ресурса, которым бизнес работает. И в нашем бизнесе это прежде всего люди. Поэтому команда подбирается, может быть, да, не самыми опытными людьми на низшие позиции, но мы их учим, мы их выращиваем. И мы очень ценим, когда люди у нас работают по 3, 5, 7 лет. Они растут и карьерно, и профессионально. И это позволяет очень качественно предоставлять сервис. Ну вот вы говорите про то, что действительно первый контакт, как правило, происходит у кандидата, к примеру, с, может быть, не очень опытным менеджером. То есть вот там есть же какие-то вещи. То есть там приходит человек на должность руководителя, к примеру, куда-то. И он встречает, например, там, ну скажем, ну, может быть, HR-менеджер. Для HR-менеджера что важно? Так, он думает, ну или там она думает, так, как должен выглядеть руководитель? Ну, наверное, там галстук, там костюм хороший. А человек может быть, ну, к примеру, ноль. Вот он, допустим, прошел человек через там HR-менеджера, через HR-директора. HR-директор думает, так, ну, совместимость с руководителем. Потом приходит к руководителю и говорит, да нет, этот очень человек слишком он хорошо выглядит. Будет мне конкуренцию составлять. Ну, вот как правило. Вот, но фактически для бизнеса это же вот плохо. То есть бизнес не развивается, когда там, допустим, ну, первое лицо сидит и говорит, так, нет. Вот это мы брать не будем, потому что он наверняка, ну, я же наемный человек. Сейчас он ко мне придет в компанию, немножко поработает, пооботрется. Сейчас и Глиша меня посидит. Вот как бы, вот как вот HR может на это влиять? То есть для бизнеса это может быть не успех в чем-то, да? Хотя, может быть, если посмотреть, это и успех, потому что там стабильно сидит руководитель. Он как бы все это дело держит. Придет какой-нибудь там, ну, человек такой очень резвый, что ли, да? И вот роль вот как раз HR-директора, HR-специалиста, вот именно в формировании, вот это же как бы тоже управление, в том числе и компанией, и формирование успеха. Вот вы как вот такие ситуации какие-то есть? Вот может быть советы, решения? Какой бы я совет дала, какую бы я дала рекомендацию? HR должен быть бизнес-ориентированный обязательно. Вот что касается конкуренции, мой руководитель отдела кадрового администрирования, он, безусловно, на две головы выше меня в своей профессии. Там мой руководитель отдела проектной реализации, форум мне даст 10 очков. У руководителя отдела по подбору временного персонала лучше меня знает, где найти, на каких интернет-ресурсах, как работать с поиском персонала в конкретном городе. Да, я этого не боюсь. Именно за счёт этого бизнес эффективен. И я всё время доношу это до своих руководителей. Когда вы берёте человека в своей области компетентнее вас, тем самым вы делаете прежде всего добро себе. Вам остаётся только принять решение на основании экспертных мнений вашей команды. Вам не нужно думать самому, вам не нужно делать руками, вам нужно принять верное решение на основании позиций ваших специалистов. Всё. Вам, наконец-то, нужно руководить. Да. Можно, наконец-то, начать руководить. То есть не быть специалистом, а быть руководителем. Да, принимать решение. Да. Ну, а вот руководителей вы часто подбираете для проектов, для клиентов? Вы знаете, нет. Я вам отвечу на этот вопрос таким образом. Я никогда не рискую клиентом, ставя ему в команду какого-то нового человека. Да. Если мы заходим в нового клиента, мы заходим с опытной командой. Потому что легче взять и вырастить. Да. Для кого-то и существующей уже командой это будет действительной системой мотивации, когда взяли нового человека, да, а человек, который был прежде на этом месте, подрос и профессионально, и по карьерной лестнице. Это мотивирует людей. Они видят перспективу, они видят в этом стабильность. Плюс люди с системой мотивации или собственными мотиваторами, которые направлены на профессиональное развитие, на реализацию более интересных проектов, на реализацию более интересных проектов для более крупных клиентов. Поэтому нет, я не практикую новую команду для нового клиента. Для нового клиента всегда старая проверенная команда. Но действительно ведь с точки зрения бизнеса, допустим, с точки зрения вашего бизнеса, найти руководителя генерального директора или какого-то из топ-менеджеров, это же огромная работа в плане поиска. И второе, это же очень длительная адаптация. Генеральный директор, сколько, наверное, год будет адаптироваться. Ну приблизительно. Ну может быть полгода так точно. Пока он войдет в курс дела и так далее. А, например, формат среднего звена или став на прокат для временных работ. В этом же ничего такого нет, по большому счету. Ну нужно фирме убрать картошку. Я очень условно говорю. Или в сетевом магазине сделать мерчендайзинг. Там, где нет. Ну зачем эта временная акция, зачем им брать в штат? Ну это просто огромное вложение. Уже сам проект становится неэффективным. И вот просто для вас получается вот этот, скажем, набор временного персонала или там, может быть, там средних позиций. Он, может быть, более востребован на рынке, да? Или как? От директоров, допустим, ставят в основном из своих каких-то там знакомых. Ну имею в виду в клиентах, в компаниях. Ну что касается временного персонала, те же самые мерчендайзеры в сетях, как вы верно выразились, да, это неким образом временные проекты, потому что контракты с клиентами длятся от года до трех, ну затем они пролонгируются путем процедуры тендера, да, но тем не менее. И тут совершенно другая история с временным персоналом. У них проходит постоянное обучение по выкладке, по продукции, по СКЮ, по планограммам и так далее. То есть у них свое профессиональное развитие. А что касается штатного персонала, то, да, действительно, руководитель какого-то направления — это очень сложная позиция, да. Поэтому в первую очередь мы, конечно, обращаемся к тому положительному опыту взаимодействия, который есть у наших руководителей за плечами. Кто-то когда-то с кем-то работал, да. В общем-то, действительно легче взять уже проверенного человека, чем человека, которого ты не знаешь с рынка. Но у нас бывают и такие случаи. То есть здесь, наверное, нет единообразной позиции. Ольга, мы давайте продолжим разговор про временный персонал, в том числе после рекламы. А сейчас у нас реклама на канале про бизнес-тв. И снова здравствуйте. В эфире программа «Источник успеха» и ее ведущий Алексей Воинов Елена Сурканова. А сегодня у нас в гостях Ольга Зиновьева, генеральная директора компании OpenStack. Ольга, мы затронули такую тему временного персонала. Может быть, вы в двух словах могли бы более, скажем, подробно объяснить и рассказать вообще вот эту методику, что ли, подбора или там... Явление как таковое. Да, явление как таковое. Явление временный персонал, оно пришло к нам на самом деле с Запада. Да, то есть крупные корпоративные бизнесы, которые зашли на российский рынок примерно 15-20 лет назад, уже работали на своей исторической родине по контрактам с временным персоналом. Чаще всего это торговый персонал, да, торговый персонал, который помогает продавать продукцию в сетевых магазинах или в розничных магазинах. То есть то, что мы видим на полках, например, там очень аккуратно выставлен шоколад или очень аккуратно выставлено молоко. И нам удобно смотреть на эту выкладку, нам удобно в ней ориентироваться. У нас перед глазами аккуратно висят ценники. Так вот, все это заслуга временного торгового персонала, так называемых мерчендайзеров. Это одна категория временного персонала. Если мы возьмем не FMCG рынок, а телекоммуникационный рынок, то мы все понимаем, что он очень сильно развивается, постоянно ставятся сотовые вышки, постоянно усовершенствуется оборудование. И для всего этого тоже нужны рабочие руки, которые привлекаются на проектной основе, конечно, обслуживания. Банковский сектор, да, различные консультанты, мы с ними сталкиваемся в банках, в аэропортах, где-то еще. И еще, собственно, то, чем мы занимаемся, мы предоставляем крупным корпоративным бизнесам такой временный персонал. Это наш персонал, который мы на основании договора услуг предоставляем крупному корпоративному бизнесу. Вот в этом наша особенность. Собственно, мы обеспечиваем рабочими местами всю территорию Российской Федерации в этом плане. И, с другой стороны, мы обеспечиваем крупный корпоративный бизнес вот таким специальным проектным персоналом. А вот социальная ответственность, как на ваш бизнес влияет или не влияет, или как вы вообще об этом думаете? Защищен ли временный персонал в социальном плане? Конечно, временный персонал защищен, потому что наша компания, например, принципиально работает только с теми клиентами, которые готовы на это тратиться. То есть это полностью так называемые белые зарплаты. Это полный социальный пакет согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. И по-другому мы не работаем. То есть это работа на людей, которые несут ответственность за людей? Конечно, безусловно. Они все трудоустроены, у них трудовые книжки, у них выплаты два раза в месяц. Все по-настоящему. Но социальная ответственность, наверное, тоже. Вы же много уже людей увидели, много бизнесов за плечами, богатый опыт. Социальная ответственность является каким-то составляющим успеха в том числе. Или есть компании, которые на это хотели плевать и говорят, да и хорошо, у нас вот успех, коммерческий успех большой, денег много, люди отработали, мы их прогнали, например. Мы поддерживаем только тот бизнес, который действительно людей защищает, который действительно оплачивает работу людей, который действительно дает им социальные гарантии, который ждет людей, который их развивает. Потому что рано или поздно это закончится. И не соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации, это очень чревато, и тому масса примеров. То есть компания должна все-таки, успешная компания должна нести ответственность, в том числе социальная. Обязанна. Из-за своих работников в том числе. А вот вы, наверное, много встречали людей, которые хотят найти работу, но я имею в виду не в сфере предоставления услуг по временному персоналу, а там, скажем, какие-то следующие позиции. Вот вы какие-то советы, может быть, им дали бы, как им стать успешными, как им, не знаю, какую-то формулу облечь, какие-то слова, там, много трудиться, я не знаю, что там. Нет, ну, возможно, чтобы стать успешным на собеседовании, если уж говорить конкретно. Потому что, наверное, формула успеха касается различной области. Ну, для того, чтобы просто произвести впечатление на потенциального работодателя. Нужно ли быть слишком успешным на собеседовании или, например, наоборот, быть скромнее? Тут, конечно, много факторов влияния, да, но я по своему опыту посоветовала бы все-таки быть самим собой. Потому что, если вы проявите себя на собеседовании как определенного типа человек, да, и вдруг вас возьмут, а вы совершенно не поддерживаете те ценности, которые приветствует данная компания. И вы не можете работать в этом коллективе, да, потому что корпоративная культура вас совершенно не устраивает, да. Если вы не курите, зачем вам трудоустраиваться в табачную компанию, если это потом всё время будет на вас давить? Да, или если вы, я не знаю, не любите людей, которые постоянно занимаются командообразованием, у них постоянно митинги и так далее, если вы одиночка, да, то зачем вам трудоустраиваться в компанию, которая пишет на своём сайте, у нас постоянные встречи, у нас постоянные выезды, у нас постоянные корпоративные мероприятия, да вам будет там некомфортно, вы будете себя мучить, вы будете мучиться с окружающими людьми, вы не будете эффективны. Будьте самими собой, занимайтесь тем, что вам нравится, что вам действительно нравится, тем, что вызывает у вас вдохновение. Или найдите в работе, которой хотите заниматься, а что в ней вызывает у вас вдохновение. Просто подумайте об этом, да, и тогда успех вам гарантирован, потому что всем нравятся люди с горящими глазами, всем нравятся специалисты, которые действительно могут поговорить о своей профессии, порассуждать, порефлексировать, предложить варианты решений. Вот чего ждут от специалиста. На мой взгляд, так. Вот вам самое, насколько удается 100% быть влюбленной в свое дело, постоянно находиться в состоянии вдохновения? Где черпать силы для этого? Вдохновение, где черпать? Вы знаете, не всегда. Не всегда. И бывает так, что прямо я расстраиваюсь. И бывает так, что прямо я думаю, ну что же это такое? Рутина, наверное, да? Бывает такое, что прямо я тут дали, я пришел. Все мы люди, да, но у меня отличная команда. Мне недавно предложили проект, причем клиент сам предложил. Я так сижу, думаю, ну как же мы это будем делать, да что же это такое, и отказаться вроде как. Не то, что неудобно, но это не бизнес-подход. Клиент обращается, сам проект приносит, говорит, что у меня нет ресурсов. Тогда ничего не получится, все. И моя команда просто ко мне пришла и говорит, так, Оль, давай возьмем, это же вообще классно, это так интересно. Мы сейчас тебе все нарисуем, как это будет. Дай нам час. Вот реально вам говорю. Я говорю, хорошо, давайте. Все, они пришли, смотри, структура, вот этот здесь, этот здесь, а там 5 городов реализации, очень много персонала, и они меня вдохновляют, потому что они сами с горящими глазами говорят о том, что это интересно, это классно, давай это сделаем. Это очень сильно вдохновляет та команда, которая у тебя есть. Это знаете, кто сказал, отберите у меня деньги, заводы, мои пароходы, да, но оставьте мне команду, и через некоторое время у меня будет все то же самое. Пожалуйста, команда, люди всегда вдохновляют. Это важное, кстати, замечание. Важное замечание. А вот команда, которая с вами работала, она всегда одна и та же, или вот я имею в виду костяк, он сохранился на протяжении вот этих там нескольких лет, или там люди вырастают, идут сами заниматься, каким-нибудь там, допустим, не знаю, там, частным HR-ом становиться, ну, я к примеру говорю. К сожалению, бывают такие истории, которые меня особенно огорчают, когда у человека появляется потолок, и я это вижу, и мы не можем дальше вместе двигаться. Вот это та единственная причина, да, по которой команда со временем все-таки меняется. Бизнес. Да. Бизнес растет, бизнес двигается, да. И если человек не растет вместе с бизнесом, то, к сожалению, не по пути. Ну, а вот свой потолок вы как бы представили? Свой потолок я бы представила в виде пяти детей. Мне кажется, это мой потолок. Ну, тогда у вас потолка нет, в карьерном, по крайней мере, смысле точно. Ну да, кстати, вот хватает времени на семью, кстати, вопрос такой очень важный. Столько работы, постоянная там, собственно, интегрированность в бизнес. На семью хватает времени? Иногда нет, иногда не хватает, но все это окупается сторицей, да, потому что я для себя, например, как мама, вывела формулу, что ты должна быть интересна своему ребенку, вот. И когда мама очень много знает, когда мама очень много что может подсказать, ну, это круто, мне кажется, так. У меня в детстве, к сожалению, такого не было. То есть, ну, все равно нужно иметь большой кругозор, идти от сложного к простому и сложные вещи пытаться описать простыми словами. Конечно, конечно, безусловно. А как? Понимаете, когда вы работаете с очень большим количеством разных людей, в том числе клиентов, да, команд, вы ведь должны каждого суметь заинтересовать, в том числе поддержать беседу. Если вы не разносторонний человек, если с вами неинтересно, вы обречены на неудачу даже в формировании вашей собственной команды. Ведь в команде должны быть разные люди, в команде нужны разные люди. И к каждому из них вы ищете свой подход, равно как и к команде клиента. То огромное количество людей, которые все равно перед вами проходят, вы его оцениваете с профессиональной, психологической точки зрения. Вот все-таки на выходе оптимизм или пессимизм? Вот чего все-таки больше после общения? Вы знаете, я желаю сама себе безудержного оптимизма. Потому что без этого ощущения, без поддержания этого ощущения внутри себя не получится ничего. Кроме того, что руководитель, он управленец, он еще и лидер. А лидер — это человек, который верит в то дело, которое делает. А верить в то дело, которое ты делаешь, можно только обладая действительно безудержным оптимизмом. Да, уверенностью и смелостью, что ты придешь на этот рынок, ты его переделаешь. Это абсолютно точно. Это важно. Ну что же, время нашей программы подходит к концу. Очень интересная была беседа. Мы вам также желаем безудержного оптимизма и веры в то, что этот оптимизм будет иметь просто нескончаемый источник. А с вами была программа «Источник успеха». Ее ведущий Алексей Воинов и Елена Сурканова. У нас в гостях сегодня была Ольга Зиновьева, генеральный директор компании OpenStack. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи. Удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова